Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. В сети блогеры разместили фото старого Будапешта XIX века. Будапешт – столица Венгрии, образованная в 1873 году по официальной версии в результате слияния трёх городов на берегах Дуная, Пешта, Буды и Абуды. Исторический центр Будапешта внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот интересно. Жаль, что исторический центр Москвы не внесён в всемирное наследие ЮНЕСКО. А если внесён, то, наверное, очень небольшой кусочек. Мы по звучанию слышим, что слово Будапешт – это славянское или славянское звучание. И Будда как будь, буди. Хотя пишут, что Будда или Будда – это дом. Но есть ещё Будда – одно из имён Господа, индуистские религии. А слово Пешт, название города Пешт, как Печь, что может быть, добавив русское звучание Печь, Шипение, получится похожее на Пешт. Вот Печь, Печь, Пешт, может быть, Ш, Ш, Шипящие звуки. Переводчик слово Пешт на венгерский перевёл как «кар-те-во», то есть «вредный». Вот интересно. Не буду углубляться в историю официальную, а лишь сквозь строки, как обычно. Есть славянские звучания, славянские, славянские. Однако состав населения на сегодня, там Будда пишется, венгрия, католики, греко-римские, по вероисповеданию. А по национальности никаких славян вообще не наблюдаем. То есть 90%, 98% там венгры. Есть немцы, есть иудеи, евреи и в основном венгры, и считается, что это государство, образующий народ. Википедия пишет «Буда плюс Пешт», причём первое время часто использовалось в форме «Пешт», «Буда». Оба первоначальных айконима славянского происхождения предшествуют приходу венгров на Дунай в IX веке. Эта фраза ясно показывает, что были славяне, но пришли венгры, как финно-угорские племена в IX веке. Ага, а кто такие финно-угорские племена? Это большой секрет и тень на плетень. Но мы этот ребус сегодня разбирать не будем, а прямо возьмём на веру. Ну, пришли, дескать, племена, и что имеем в результате? Славяне куда-то подевались, были и сплыли. Может, буквально сплыли, смыли? Куда дели славян? Будапешт является единственной столицей европейского государства, курортом благодаря многочисленным горячим минеральным источникам. Остатки римских купалин II века, это всё официальная версия, я вам читаю, были найдены в черте города. Однако культура купалин начала по-настоящему развиваться лишь во время турецкого нашествия в XVI-XVII веках. В 1541-1686 это официальная версия. Итак, Вики нас уверяет про турецкое нашествие, во времена которого и культура купалин, дескать, появилась. Ага, турки пришли, но турков в составе сегодняшней Венгрии нет. Есть венгры, нет ни турок, ни славян. Одни венгры, 93%. Значит, нашествие турок ставим под вопрос. Это значит, нам придумали про нашествие турок. Вики уверяет про турецкое нашествие. Турки пришли, турков нет в составе, есть венгры, нет славян. И римские купальни есть. Римские купальни есть и в Англии, как и римские дороги. Они есть и в Крыму, в Херсонесе были, по крайней мере, все уничтожено. И, кстати, не так давно уничтожено. Ни в какой ни древней, ни древней истории, ни в какой. А все-все не так давно, 200 лет, где-то так. Город из трех городов состоит, Будапешт, древних. И со своей архитектурой, которую мы уже знаем, те, кто смотрит наши фильмы, что архитектура мировая. Вот эта античная архитектура во всем мире одинаковая. В этой европейской части повезло больше, чем русским городам с такой же архитектурой. Вот та же Москва, например. Ее продолжают разрушать исторические здания. И застраивать примитивными, серого цвета, стекло и бетон. Но это захватчики и понаехавшие вахтенные оккупанты, у которых все находится на том же западе. Ничего нового. Поэтому свою, там, где они живут, где у них семья, они берегут историческую архитектуру. А здесь, где они бабло свое зарабатывают на нашей территории, они разрушают. Теперь по фото XIX века и по теме фильма первой части «Кто строил Будапешт?» Что мы видим на старых фото? Мировая архитектура, повсеместно мировая. То есть по Википедии это все мадьяры, получается, создали с IX века. И турки, которых нету в национальном составе бенгров, никак им не мешали эти турки. Или это турки создали в XVI веке. Но в национальном составе, еще раз повторюсь, турок нет. Значит, только у нас один венгры, которые они же угры-фины. И вот эта одинаково удивительно прекрасная, восхитительная архитектура, что по всему миру. Может, и финно-угорские племена, или турецкие полчища выстроили всю мировую архитектуру, вот по этой логике. Если это строили финно-угры, это венгры, или там турки, полчища. Но во всей мировой архитектуре одна и та же архитектура. Может быть, и там тоже финно-угры все построили по всему миру. Значит, получается, что историю нам пишут от балды. Мы это уже знаем, но каждый раз мы еще раз это показываем и доказываем. Даже в таких простых вещах. Еще раз. Что у нас выходит на поверку? Появляются некие венгры в IX веке на славянской земле со славянскими топонимами, но переведенными в латиницу, как, полагаю, с кириллицей в латиницу, как обычно это происходит, кстати, сейчас в Казахстане и других советских республиках. Венгерский язык. Если венгерский язык рассмотреть из Википедии, устаревшее название Мадьярский язык, а еще оно было Магаяр, маги, возможно, Магияра, Яра и Маги от самоназвания венгров. Магиярок, Мадерок. Хотя, может быть, Мадерок, Мадера, почти что Марадера. То есть поменять, если Р на Д, то Марадера. Хорошо. Значит, Википедия пишет, что язык венгров, принадлежавший к финно-угорской семье языков, уральские языки, внутри которой он вместе с мансийскими и хантыйскими языками составляет угорскую группу. Значит, венгры у нас, получается, с Урала. То есть вот эти финно-угры, которые якобы в IX веке оказались в Европе, в Венгрии, значит, они где-то отсюда пришли с территории России, с территории Урала. Хантемансийского округа современного, если говорить, то, значит, получается, отсюда они пришли. В Европе его отдалённые родственными языками являются финский и эстонский. Однако до конца XIX века, до конца XIX века, а у нас вся наша история начинается со второй половины XIX века, факт принадлежности венгерского языка к финно-угорским подвергался сомнению. Значит, ещё в XIX веке они не определились вот с этой финно-угорской группой, с этими финнами, эстонами и венграми, не определились. Они только это создавали для нас вот эту новую историю. С другой стороны, большое количество общих корней обнаруживается в языках, проживающих не территории России финно-угорских народов – в Коме, Марийском, Ордовском и Удмуртском. Кроме Венгрии, язык распространён на Украине, Закарпатскую область, в Сербии, Воеводино, Румынии, Трансильвании, Словакии, в меньшей степени в Хорватии, Словении и Австрии. Но это официальная версия. А теперь будем дальше разбираться. Мы знаем, и Вики даже не будет спорить, что мировую архитектуру строили не финно-угры. Хотя я лично ничего против этих групп, населения, которыми мы живём бок о бок, и там много прекрасных, замечательных людей, я ничего против не имею. Я подвожу ко второй теме фильма «Мадьяр в плен не брать». Это известный приказ генерала Ватутина по донесениям и свидетельским показаниям тех, кто выжил, о зверствах венгров на территории, оккупированных фашистами, в данном случае Воронежской области. Хотя в оккупацию в Новороссийске также особыми зверствами, извращением садизмом, прославились именно мадьяры и румыны. Мадьяры – это значит венгры. Мадьяры отличались особой жестокостью, изощрённой формой садизма, не только к пленным воинам Советской Армии, но и к простым жителям деревень. Не только взрослому населению, но и детей заживо сжигали. То есть любили они заживо сжигать людей. Заживо снимали кожу, выкалывали глаза. И даже блогеры, кто даёт историческую справку вот по этим зверствам, не пишут всех зверств, не перечисляют, потому что нормальному человеку эти перечисления уже приносят страдания. То есть нормальная психика, но не хочет даже это говорить и повторять. А что же тогда мадьяры? Откуда такие зверства? Причём им всем в массе свойственные. То есть конкретно вот про них, про мадьяр, про румын, как прочим, и бандеровцы. Но не все же украинцы-бандеровцы, но была изощрённая группа определённых вот ОУН, УПА, которые именно занимались садизмом, с зверствами особо вот извращённой форме. Откуда же эти упыри берутся? Давайте разбираться. Итак, для начала справка из Википедии. Что такое садизм? А здесь у нас налицо садизм, только в изощрённой форме. Садизм назван по имени описавшего его Маркиза де Сада. В широком смысле склонность к насилию, получение удовольствия от унижения и мучения других. Понятие садизм впервые введено в научный обиход Краф Эббенгом и вызданной в 1886 году монографии «Половая психопатия». Садист – человек, склонный к садизму. Называется, соответственно. Для этого типа расстройства характерна постоянная склонность к агрессивному поведению с целью унизить другого человека. Что мы и наблюдаем в момент оккупации, именно проявления не просто фашистов, немецких фашистов, хотя они тоже этим занимались, но их настоящих прислужников, которые, в общем-то, выполняли всю эту чёрную работу. Именно унижение и извращение, убийство мирного населения, сжигание живьём людей, не только мужчин, но и детей в том числе, этим занимались именно мадьяры и румына в других местах. В Воронежской области именно мадьяры особо зверствовали. Соответственно, это было у них в массе целиком. О чём это говорит? Этот садизм у них в массе. Далее, что по поводу садизма нам научное сообщество пишет. Садистическое расстройство личности было предложено, но не было включено в международную классификацию болезней в качестве официального диагноза. Как интересно. Ну и далее. У садистов связь с патологией мозга наблюдается. Коварские соавторы в 1967 году обнаружили у 40% пациентов-садистов признаки намечающихся патологий височной доли. Получается, что во время Великой Отечественной войны мадьяры, как и бомберовцы, садисты, мучители, извращенцы, имели явно психические расстройства с изменениями височной доли мозга или намечающимися изменениями, то есть с некой патологией, физиологической патологией мозга. Но весь-то народ сам по себе не может быть поголовно психически больным. Например, наши финно-угурские жители нормальные люди, такие же, как и все. Ну, по крайней мере, в обычной жизни. А венгрии имеют происхождение именно от уральских финно-угров, и языки схожие. Тогда возникает резонный вопрос. Откуда взялся этот патологический садизм в извращенной форме? Как желание увеличить мучение жертвы и получение от этого удовольствия? То есть они, по всей видимости, удовольствие получали, раз они этим занимались. Они же не только выкалывали глаза, там резали, вырезали звезды, они еще и женщины, и молодых женщин насиловали, возможно, и детей. Мы просто всего этого не знаем. Я не занималась конкретно вот их зверствами. Даже и действительно не хочется туда погружаться. Значит, там и адренохрам, может быть, процветает вовсю. Садисты не могут ничего созидать. Мадьяры не строили Будапешт. По крайней мере, те мадьяры, которые были в фашистской Германии, они не строили Будапешт во второй половине 19 века. Кстати, сегодня по веке Будапешт является первой столицей в Европе и служат центром как порнографической кинопромышленности, так и секс-индустрии Европы в целом. Значит, там и адренохром процветает вовсю. Это даже после советского периода и замечательного фильма «Отпуск за свой счет». Значит, патология, которая закрепилась во второй половине 19 века, взяла верх. Откуда берутся массово садисты в Европе и во время войн? И сейчас я скажу свою версию, которая является ознакомительной. Я могу ошибаться, но у меня складывается такое впечатление. За то время, что я занимаюсь этой темой. На территории стран СЭФ, бывших социалистических, а до 16 века это все Русь была, в 19 веке организуются закрытые концлагеря, где искусственно выводятся гибриды человека с патологией мозга. Сознательно захватчиками планеты с помощью ЭКО и суррогатного материнства, с помощью опытов, создаются маньяки и садисты вот с этой измененной формой патологии мозга. Которые в нужный момент массово появляются на оккупированных территориях, а также во время хаоса, революции, майданов для того, чтобы терроризировать население, оставшееся без защиты, оставшееся русское население. Там будет процветать все самые ужасные преступления против человечности. Никто этих солдат, урфинджуса, не жалеет, когда их уничтожают без взятия в плен, никто из создателей их не заинтересован в их сохранении. Они разовый материал под задачу сокращения населения, получения адренохрома, органов и зачистка территории от истотного белого населения и смешивания остатков этого населения лабораторными особями. Так как мужское население уничтожается в первую очередь, оставляются девочки-девственницы для создания нового населения с патологиями мозга. Такими легче управлять. Потом это все смешивается. Генетика, божественная генетика, ген Бога, от настоящего, от белого населения, от предков, от белых, оно все-таки прорастает, о чем говорит Билл Гейтс, да, они замечают это. Им нужно опять это глушить, потому что человек начинает опять восстанавливаться, даже с помощью испорченной генетики через какое-то время опять начинает рождаться большее количество нормальных, светлых, чистых людей. И вот эту задачу они ставят, они опять сокращают население. Нужно сокращать вот это нормальное население. Поэтому сейчас Билл Гейтсу нужно зачипировать вот этот ген Бога. Возможно, они это и раньше делали. Они глушили это все и остаются садисты, примитивные особи, которые вроде бы люди, но на самом деле они не люди, они не созидатели. У них нету божественной искры. Подобные эксперименты и биообъекты были созданы и белофины, таким же образом, в гражданскую войну. И после подписания Лениным отчуждения территорий, Карелии, Выборга, зверства белофинов в Выборге помнят до сих пор. Такие же садисты-нелюди были выведены и в Чехии, и в Польше, в Белочехии, которых Троцкий в вагонах переправил на Дальний Восток для устрашения населения. Это уже помню до сих пор. Подобные биообъекты были выведены и Малороссии, которых мы знаем под бандеровцами, а он УПА. Те же зверства, те же методы. Я не говорю ничего нового. Считаю, что никакие венгры, Мадьяры не строили Будапешт, а являлись продуктом генной инженерии для создания садистов под задачу оккупантов планеты. Все это происходило во второй половине 19 века, когда они массово выводились. Хоть это для многих и не самая приятная тема, но надо изучать врага, чтобы ему противостоять и сбросить его в конце концов с нашей планеты. Благодарю за внимание. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok